Испугались сильно, когда заболели? Ну да. А были до этого ковид-диссидентом? Думали, что это все глупости? Нет, я не был ковид-диссидентом, и мы принимали очень такие жесткие меры безопасности, и не помогло. Хотя я сейчас уже с высоты моих нынешних антител... Да, красивые фразы. Я вам скажу так, что пока я носил вот эту штучку, я не болел. Но потом я фактически был подвергнут астракизму со стороны средств массивной инвестиции. И я ее снял. Что-то напрасно. В течение нескольких недель я заболел. Вот видите? Вот. Еще один урок. Потому что я, например, критики тефлоновой. То есть я все равно гнусовая линия. Я бы не снял. Хотя бы, наверное, изначально и не надел. Если мне штучка, кстати, помогает. От нее кашляешь. Дышать плохо, потому что оттуда хлор идет. Но она реально спасает от гриппа и от других коронавирусов. Вы понимаете, что будут подозревать, что у вас рекламные контракты с этой штучкой? Я не знаю, как компания называется. Так сейчас появится на рынке штучка от песков. И будут ходить с ней и ее нюхать. Ну, хотя, конечно, вы не ковид-диссидент. Вы же были резко против того, чтобы Путин ехал так-то процентом в коммунатор. Тогда все были против. Тогда все были против. И его действительно просили этого не делать. В связи с опасностью. Но надо отдать должное. Президент именно тогда понял всю опасность этой пандемии. И, наверное, уже предполагал последствия для всех сфер жизни. Вот чтобы не мучить, в самом конце такой странный вопрос задам. Вот в этом году так получилось, что нам все время навязывали какую-то ужасную, ну реально мелкую повестку. Ну, вот мы смотрим, что там Запад вкидывает, какие-то вечные рассуждения. Там тот же берлинский пациент, там какая-то Соболь, о которой сказала гражданка, не гражданка, а товарищ Захарова. Соболь, Соболь это животное, попробуйте это оспорься. Ну, вот какие-то фамилии все время возникают, все это какая-то суета. А на этом фоне ты видишь, как мир изменился. И вот от этой мелкой сиюминутной повестки ты вдруг понимаешь, что происходят колоссальные сдвиги. Мы еще недавно считавшие, что мир открыт, и по большому счету человек, он в первую очередь гражданин вселенной. Ты можешь куда угодно поехать, и что угодно делать. Вдруг столкнулись с тем, что все закрылись, ты не можешь никуда приехать. А когда приезжаешь, видишь, что все закрыто в любой стране мира. Всем стали управлять санитарные врачи. Представление там того же Харари, что человечество уже победило три своих главных страха, голод, войны, эпидемии, оказалось чушью. Оказалось, что все наши представления о себе куда-то делись. И в этот момент возникает вопрос, а есть вообще осмысление того, что происходит? Представления о демократии рухнули. Трамп, действующий президент, говорит, вы все сошли с ума. Что вы делаете, что происходит? Это мошенничество, как какой-нибудь африканской стране обижает он африканскую страну. Свободные сети, которые говорили, нам есть свобода, говорят, вот этого писать нельзя, мы сейчас вас немедленно заблокируем. Не надо говорить, что что-то пошло не так. Все то, что мы считали, ну как бы уже незыблемым, очевидным, исчезло. А переосмыслений нет. И глубокие темы даже никто не затрагивает. Вдруг выяснилось, что ни философов, ни мыслителей нет. Как сказал президент, ну, Ганди, после смерти Ганди побеседовать не с кем. Или у него нервы там нет. То есть, вот мне не хватает какого-то такого философского мяса, понимания глубины. Куда мы вообще движемся? Ну, смотрите. Эпидемии были испокон веков. Более чудовищные, более смертоносные. Они были и в древности, и в средние века. Особенно в средние века. Какие-то зачатки эпидемии были и в новой истории. Почему мы так восприняли вот эту пандемию? Говоря «мы», я имею в виду уже глобальный мир. Первое, потому что эта пандемия заставила сытый мир выйти из зоны комфорта. И сытому миру днем и ночью об этом рассказывали средства массовой информации. Вот если бы мир смог, не выходя из зоны комфорта, проходить эту пандемию, и если бы средства массовой информации не были столь значимы в жизни людей, то этого всего бы не было. Потому что с точки зрения потерь, это не самая смертоносная пандемия. Да, везде повысилась существенная смертность. Неожиданным образом она вдруг стала высокой в странах, где наиболее продвинутая медицина. И неожиданным образом мы вдруг поняли, что мы у нас способны переконфигурировать нашу медицину за считанные месяцы. Таким образом, что у нас смертность хоть и подросла, но она все равно ниже, чем в странах Западной Европы. Это факт, который нельзя отрицать. Но мне кажется, что она так или иначе, вот эта пандемия, она же пройдет когда-нибудь? Она когда-нибудь пройдет. Другой вопрос, будут ли возникать новые пандемии? Потому что перед наукой сейчас стоит очень много проблем. Наверняка. Много проблем, о которых мы сейчас не знаем, не думаем. Сейчас мы же все стали немножко эпидемиологами и немножко врачами. Проблема резистентности антибиотиков. То есть из-за микробов, которые живут в больницах, возникает популяция неких микроорганизмов, которые резистентны к антибиотикам. Что это означает? Во всем мире это гигантское промежутство. Это означает, что мы сколько лет назад антибиотики-то изобрели? Ну, по большому счету, да. Чуть больше после войны. Это означает, что мы отбрасываемся. Что ситуация потенциальна тем, что мы будем отброшены на 60 лет назад. В плане медицины. При всех наших достижениях. Но это медицина. Это не осмысление. Зачем? Ну как? Это жизнь. В итоге-то жизнь упирается в человеческом плане. Жизнь упирается в зону комфорта. Ее больше нет. В межгосударственных. Да. Ее вдруг сейчас не стало. И мы все волнуемся, вернемся ли мы в эту зону комфорта. В межгосударственном плане жизнь упирается в правила межгосударственных отношений. Которых тоже больше нет. Которых тоже не стало. И мы сейчас думаем, что придет на смену. Война? Война, слава богу, невозможна, пока есть ядерный паритет. Пока верят в ядерный паритет. Да. Хотя это тоже стало разноваться. Это спасает мир от войны. Хотя страшные войны происходят у нас под носом. Они возникают вот так. И по-прежнему крупнейшие страны несут ответственность за то, чтобы эти войны останавливать. Что Путин и сделал. Он остановил войну в Карабахе. Поэтому я опять не понимаю, как это было. Мы не застрахованы от других каких-то заявлений. Мы не застрахованы от дестабилизации. Такой, знаете, лавинообразной дестабилизации ситуации в разных регионах мира. Совсем. Мы видим сейчас, вот мы слышим сейчас, да. Вот пришла Майя Санду. Стала президентом Молдовы. И вот первое заявление, вот как будто бы в Молдавии нет других проблем, да. Это нужно убрать, значит, русских миротворцев из Приднестровья. Потенциальная опасность? Да. Еще какая? А сколько еще таких точек? Ну, у нас вообще по границам сейчас тяжело. Конечно. Против нас работают. Вот. И поэтому, конечно, это накладывает особый груз на крупные государства, такие как Россия. Но Россия, слава богу, способна нести этот груз и занимать ответственную позицию. Против нас работают.